Привет, ребята! Сегодня вас ждет бой, в котором будет 15 фрагов. И здесь нет никакого подвоха в каждом бою, ведь имеется 15 фрагов в одной команде и в другой команде. Но в этом бою игрок на Черчилле 3 с ником Леонардо. Я даже назову все цифры в его нике. 76, 56, 74, 67. Так как страна должна знать своих героев. Так вот, игрок с ником Леонардо на Черчилле. Он в этом бою сделал как раз 15 фрагов. Чуть-чуть мы ускорим. Кстати говоря, как вы можете обратить внимание, Леонардо совершенно обычный игрок. При этом стоит заметить, что он играет вообще без голдовых припасов, без боеприпасов, без голдовых расходников, даже огнетушителей. Тот у него стоит обычный. Но при этом он оказался в нужное время и в нужном месте. И просто на автоприцеле шьет Су-85. Грех ее не шить, особенно, что Су-85, видимо, только вчера зарегистрировался в World of Tanks. Стрелял по союзному Кихо. Два раза не пробил нашего героя. А, даже он не попал по нему ни разу. Лог урона нам подсказывает, что он даже ни разу по нему не попал. И отправился в ангар. Можно ехать, можно делать второй фраг. Правда, тут Тик-95 настойчиво обращать на себя внимание. Су-5 отправляется в ангар. Сарл. Чудо французской техники. Инженерной мысли. Кстати, это первый дамаг, который получил наш герой в этом бою. Он получил его именно от Сарла. Тайп-95. Или сколько там у него? Да, Тайп-95. Хочет испортить жизнь Леонардо. Вместо этого он становится четвертым фрагом. Счет 4-4. Казалось бы, все хорошо. Все отлично. Наш герой стреляет. Команда тащит потихоньку. Бой идет к победе. Тем более, что Леонардо делает первый выстрел по МХ-38. Второй выстрел. Тут его кто-то садит на каток. И он делает третий, четвертый выстрел, пятый фраг. Пытается добрать Т-67, но это сделать у него не получается. Возвращается он вокруг замка пострелять по противникам, которые стоят сейчас к нему кормой. Засвечивается XL-Сиор. Другой премиумный танк пятого уровня. Тяжелый премиумный танк. На автоприцеле, конечно, будет его тяжело пробить. Даже в корму. А вот если хорошенько прицелиться, можно будет все равно по нему разок стрикошетить. И как вы могли заметить, буквально одну единственную минуту назад счет был 4-4. Прошла одна единственная минута, и счет стал 5-13. Казалось бы, это стопроцентный слив. Но не тогда, когда за рулем Черчилля сидит Леонардо со своими никами в цифре. И, кстати, едет вражеский Черчилль. И очень быстро отправляется в ангар, буквально за два выстрела. А что делают враги? Ведь их целых 7 штук. Может быть, они окружат толпой нашего героя, или, может быть, они встанут на захват? Что же будут они делать? Ну, во-первых, Т-67. Шотный, он, разумеется, вылезет самый первый. И самый первый отправится в ангар. Тут же едет Хэви. Т-1 Хэви. Тяжелый. Американский танк 5-го уровня. Наш герой уверенно пробивает в пулеметные гнезда. Отправляет в ангар. Это его 9-й фраг. Тут приезжает Шотный, опять же, на два выстрела Кехо. А-20. А-20 фуловый. Ну, это, конечно, ему не сильно помогает. В лобовой перестрелке с Черчиллем 3. Наш Черчилль делает медаль пула. И едет в стороны базы. Главное, конечно, это ему успеть до нее доехать. Потому что враги-то остались не очень опасны. Если только они не окружат его с разных сторон. И, кстати, смотрите, мне сейчас вот этот момент прям очень сильно понравился. Без всяких шуток. Игрок едет сбивать захват. И при этом он разворачивает башню. И смотрит на противника сзади. И стреляет по нему. Ну, тут, конечно, у него вина, что второй раз он его не пробил. Он продолжает его контролить. И, соответственно, противник этот не может выехать и зайти Черчиллю в корму безнаказанно. И дальше он делает все правильно. Абсолютно продолжает контролить противника с кормой. При этом приближаясь к захвату базы. И, кстати, тут у нас очередной... Очередной приехал представитель из жанра не берите. Давайте добьем, больше опыта дадут. И, смотрите, еще один выстрел. Ну, тут уже, конечно, можно несколько поспорить со скиллованностью этого выстрела. Ну, хороший выстрел на самом деле. Было вероятно, что именно в эту долю секунды выскочит этот Фома-72 на Кихо. А тем временем у нас засвечивается ВК-2001Д. И ВК-2001Д красавчик. Он стоит в чистом поле. Сообразить о том, что можно встать на захват за на тот дом он не смог. Тип-95. Не стал брать базу, видимо, он решил. Добить тоже всех противников. И теперь уже можно с чистой совестью ускорить, так как захват в режиме встречный бой длится дольше, чем обычно. Насколько я помню. Да, вот видите, медленно идет. Медленно идет захват. Можно даже еще чуть-чуть ускорить до того момента, как не приедет наш Фома-72, который поехал шотный добивать нашего героя. вместо того, чтобы толпой встать на захват, либо той же самой толпой. Кстати, комментарий. Мне вот этот понравился, который написал противник Черчилля. И реакция Черчилля тоже хороша. Засвечивается Черчилль. Засвечивается. Ки-Хо. Стреляет наш герой первый раз в забор. Пытается как-то немного спрятаться от арты. Где, кстати, в это время находится вражеская арта? Вопрос интересный. Тем временем обнаруживается вражеская арта одновременно с отправлением в ангар последнего танка противника. Танка, я имею в виду, разумеется, кроме арты. Арту это уже особый класс техники, не совсем танк. Ее, конечно, будет убить гораздо проще. Особенно с учетом того, что наш герой, смотрите, он поехал с правильным направлением. И он не выезжает на нее в лоб. Он стреляет по ней через окно. Раз. И два. Пятнадцать. Пятнадцать фрагов. За девять минут. Конечно, если бы не одаренные интеллектом противники, никогда бы Черчиллю не сделать эти пятнадцать фрагов. Но в течение обстоятельств и скилл, я отмечаю без всякой иронии скилл, то игрока помог ему сделать пятнадцать фрагов. Получить редчайшую медаль героев рассеяния. Кстати, медаль найдена. Это, по-моему, за легкие танки удается. Естественно, основной калибр. Больше, кроме него, в этом бою никто практически не стрелял. В союзной команде воин, стальная стена, колобанов, мастер. Посмотрите, сколько опыта ему дали и кредитов. Чистого опыта четыре тысячи с премиумом. А чистого-чистого, чистейшего, без премиума, 2680, это просто фантастический результат. Надеюсь, вам понравился этот бой так же, как он понравился мне. Подняло настроение и показало, что в нашей любимой игре World of Tanks возможно абсолютно все и не важно, какая у вас статистика. Используете ли вы премиум или играете без него, стреляете ли вы голдой или тащите он ли на ББшках на скиле, как делает это Леонардо на Черчилле третьем. Ну и на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравился этот бой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok